Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас пятый выпуск рубрики ТОП-5 полезных функций Xiaomi, которых вы могли не знать. Предыдущие четыре выпуска можете посмотреть в описании, а я перехожу к новым. Ребят, перед началом видео прошу, если досмотрите до конца, к примеру, то напишите в комментариях, не поленитесь, знали вы такие фишки или нет. А теперь погнали! Первая фишечка, ребят, это быстрый доступ к нашему меню из нашей шторки. К примеру, опустив шторку и зажав на местоположение, вы переходите в меню местоположения. Если вы зажмете, например, меню, чтобы не переворачивался экран, вы перейдете в меню экран. Ну и так далее, по аналогии, я думаю, все понятно. Режим не беспокоить, перейдет вас сразу в звуку вибрации, где вы можете выбрать режим не беспокоить. Мне кажется, очень полезно, чем по настройкам бегать и лазить, все, что есть в шторке, все, что вам нужно, быстро перекинет вас туда, где это нужно. Друзья, следующая фишка подойдет в тех моментах, когда вам не надо, чтобы ваш телефон был там заблокирован паролем или графическим ключом. Если, например, телефон все время дома или какой-то рабочий, но это только лишний геморрой ввода, потому что никакой информации там нет. И как обычно получается, даже если у вас не стоит графический пароль или какой-то еще по умолчанию, вы включаете телефон, и надо все равно сделать свайп вверх, потому что при нажатии на кнопку попадаете на экран блокировки. Вот это лишнее движение по перемещению с экрана блокировки вполне можно убрать. Для этого надо зайти в настройки. Далее переходим в расширенные настройки. Для разработчиков. И находите пункт, прям вначале сверху он должен быть, пропускать экран блокировки. И теперь, если вы заблокируете телефон и раз блокируете, вы сразу попадаете на рабочий стол, и не надо делать никакого свайпа. Я думаю, это очень удобно. А если бонусом к нему, можно сделать такую вещичку. Заходим, знаете, куда? Заходим в активный экран блокировка и вот использовать двойное касание. И разблокировать телефон теперь, друзья, можно двойным тапом. Я думаю, тоже как оптимизация небольшая пойдет. Третья функция, ребята, это если вы хотите, чтобы у вас был на ваших фотографиях ваш собственный водяной знак. То есть мы заходим с вами в камеру, три точки, настройки, далее нажимаем водяной знак, нажимаете водяной знак устройства и пользовательский знак. Здесь можете ввести свое имя. И теперь, ребята, если вы сделаете фотографию, а потом посмотрите на нее, у вас будет вот такое, я сейчас приближу, Red Minolet 10 Pro, например, и тот водяной знак, который сами себе установили. Вот ромашка. Я думаю, тоже как иногда может право иметь жить данной функции. А следующая фишечка, ребята, такая немножечко на удивление. Недавно в Google звонилке, ребята, если у вас нет, обновить ее до последней версии, появилась, смотрите, какая штучка. Три точки заходим, настройки, дальше диктор, идентификатор, абонент. Нажимаем сюда. У вас по умолчанию будет стоять никогда. Нажимаем сюда, выбираем всегда, если вам надо. Или когда вы только в наушниках, например, при подключенной гарнитуре. И телефон голосом будет называть того, кто вам звонит, причем так, как он записан у вас в запечатной книжке. Вот, смотрите. Входящий голосовой вызов поступил от ромашка. Входящий голосовой вызов поступил от ромашка. Вот такая волшебная хренотень появилась. Если вам нужна, то, в принципе, можете пользоваться. Ну и последний пятый фишечек, ребята, смотрите. У нас у всех есть хороший инструмент такой на телефонах Xiaomi, да, под названием ускорение игр. То есть, когда вы скачиваете игру, ну, конечно же, лучше ее запускать через ускорение игр, потому что оптимизируется процессор, оптимизируется Wi-Fi. Много оптимизации проходит. И игра все-таки, если устройство слабенькое, намного лучше играет. Я предпочитаю всегда запускать через это, но сейчас не об этом. Если мы зайдем с вами в настройки и перейдем к самому низу, то есть такой пункт, как расширенные настройки. Возможно, ребят, у вас нет, если телефоны, ну, позапрошлого года, например, ну, на новых телефонах на всех есть. То есть, выбираем. Теперь выбирайте игру, в которой хотите настроить, и здесь вот будут жесты. У вас будет, по идее, вот так вот классика, да, режим по умолчанию. Но можно выбрать режим профи. И также настроить. То есть, отклик на свайп. То есть, с какой, грубо говоря, как вы быстро проведете, какой будет отклик. То есть, вы, например, слишком быстро в игре у вас все реагирует. Уменьшили немножечко отклик, все. Уже свайп делается по-другому. На непрерывные касания. То есть, тыкать и несколько раз подряд, да, реагирует по-своему. Точность прицеливания можете поставить, соответственно, повысится. И также стабильность нажатия. То есть, насколько он будет ощущать. То есть, вдруг вы еле-еле коснулись, он поймет тогда, что это случайное нажатие. Также можно выбрать нечувствительную область. То есть, если вы играете вот этими местами, постоянно где-то зажимаете на уголках, когда держите телефон, то можете поставить вот эти большие, к примеру. И вот эти области будут нечувствительны к нажатиям. Или, наоборот, вам надо побольше. Сделайте вообще, что даже здесь нажатие будет уже чувствоваться. Ну и также отображение можно поставить получше. И, сами видите, экран превратится из такую красоту вот в такую. То есть, это все можно настроить здесь в расширенных настройках. Что ж, друзья, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ребят. Ставьте лайкосы. Всех благ вам, удачи. Пока-пока.